Вот, поэтому, хорошо, начнем сначала. Котэ достаточно хороший чистящий, достаточно хороший. Он убирает программы, которые мы получили через травмы и в нашей личной жизни. Также убирает программы, которые мы получили через рот. Да, через папин рот и через мамин рот. Так вот, базовая программа, то есть, что дает РПТ, есть в определенной точке. Да, значит, вот первое, такая базовая рекомендуемая, это точка перезачатия. Вот, это решает вопрос нашей нужности. Да, вот, если брать полисбурбо, то это формирование травмы отвержения. Да, вот, то есть, если беременность случайная, если там вот мама принимала решение, что делать, а еще хуже, когда нежеланно. Да, там, в общем-то, когда выходишь в точку зачатия, по шкале нуля до десяти оцениваешь. Десять баллов, это когда ты зачат, ну, условно говоря, просветленными родителями, которые перед этим есть определенные ритуалы подготовки, желанный ребенок. Да, то есть, приглашают душу и так далее. Вот, в Словенстве, когда-то эти вещи были, но на сегодняшний день это забылось. Вот, поэтому беременность у нас чаще всего бывает случайная. Женщина узнает только тогда, когда либо что-то вот тут меня с запахами происходит, да, либо когда уже вот ждали-ждали, а их нет. Да, тогда начинается аптека, тесты и все остальное. Вот, на самом деле эпигеном ребенка прекрасно знает, что мы тут нафиг сдались, да, и в результате он начинает формировать определенные черты характера с последующими определенными моделями поведения в этой жизни. Ну, кому интересно, можете кликнуть эпигенетикой, прочитать. Есть уже книжки, переведенные из научного языка на такой более-менее понятный. Если вы изучали в школе биологию, да, кончили один из классов, то вы, в общем-то, поймете, о чем там они пишут на самом деле. Вот, такой-то эпигеном во внутривудровном периоде, и первое решение, будем мы воинами воевать с этим миром или нет, принимается как раз в момент зачатия, да. Поэтому если ребенок желанный, то он наполнен любовью. А что значит, он получает. А базовая программа, то есть ребенок рождается с глубинным убеждением, да, посланием мира, ты вообще какого черта сюда пришел. Тебя никто здесь не ждал. Ты ненужный. И дальше две модели поведения. Либо Ку, полюбите меня, он начинает выслуживаться везде, где ни попадет, да, и при этом стараясь вот не попадаться на глаза. Либо он начинает воевать. Он миру доказывает свое право. Ну вот пример наркомана. Это конкретно, то есть если брать психоаналитическую структуру, это шизоидный характер, это люди, у которых в подсознании сидит программа «Тебя сюда не звали». Ты нам здесь не нужен. То есть какого черта ты сюда пришел. Но он уже здесь, да. И дальше он всему миру, в первую очередь самому себе, он доказывает право на жизнь. У него запрет на жизнь как таковую. Понимаете, с какой травмой он живет. А если конфликт вирус фактор, это ведь и то же? Это может быть как один из вариантов, но здесь надо посмотреть. Это здесь надо посмотреть. То есть вот когда мы пойдем в следующий, то есть есть точки внутриутробного, там это может быть конфликт с мамой, но я не буду пока придумывать. Когда ты придешь в эту точку, то ты сама узнаешь. Вот, поэтому если мы берем точку зачатия, там она выставляется по баллам от нуля до десяти, то здесь 10 баллов это просветленное, 0 баллов это изнасилованное женщин. Вот. Ну а дальше все посередине. Как говорит Саймон Рос, среднестатистический человек, болтается между двумя и четырьмя. Да, то есть если где-то там 7 единиц согласованности родителей, то в принципе это уже почти гений, творческий человек, у которого все здорово, из него прет и так далее. Поэтому вот можете прикинуть на себя и где-то там уже чисто интуитивно почувствовать, в какой диапазоне согласованности родителей мы были зачаты. Ну и чаще всего это случайная беременность. А потом мы принимаем решение. Вроде, да, и ребенка хотели, но мы же не хотели прямо сейчас. Да, вот. Вроде в подсознании это сидит, но мы не приглашали душу. Мы, ну, это совершенно другие вещи, да. Поэтому на самом деле ребенок это знает. То есть в эпигеноме это записывается. И отсюда мы уже, как говорят, о, блин, вот он малюсенький, а уже тут кричит, уже требует, уже тут наглый и все. Да, он, например, пытается доказать свое право на то, что у него есть право в этом мире быть. Вот. Ну, это вот такая первая, такая достаточно интересная штучка. Она в базовых. Вот. Следующие, там, по-моему, тоже третья ступень. Там есть 24 точки. Вот. Там интересные такие, тоже начиная с... Это большая работа с яйцеклеткой. То есть, условно говоря, если говорить так психотерапевтическим языком, это работа с метафорой, да. То есть притворись, пожалуйста, яйцеклеткой. И дальше, в общем-то, есть цикл движения яйцеклеткой, да. То есть, вот, определенные точки, которые мы проходим. И, в общем-то, вплоть до рождения ребенка, да. На каждом этапе есть определенные... То есть, если брать вообще физиологию продвижения, да. Вот она в яичнике, да. Вот она там выбирается, выходит. Она попадает в фаллопевую трубу. Она двигается по фаллопевой трубе. Она встречает сперматозоиды. Они ее там окружают со всех старым, да. И на каждом этапе этого продвижения вылазит... Вполне можно наблюдать свою жизненную стратегию. Они настолько хорошо видны, да. Казалось бы, вот очень простая метафора, да. Вот притвориться яйцеклеткой, да. Вроде прикольно, но с другой стороны, это очень перспективно оказывается, да. Сразу виды все стратегии. Да, потом тебе вот надо выбрать, скажем так, из трех миллионов сперматозоидов. Ну, правда, бежали меньше. Вот, тебе надо выбрать одного. И тут вот твой вопрос выбора и вообще взаимкак ты выбираешь в этом мире, виден вот очень хорошо, да. Ну, естественно, что все это по ходу стеляется, да. Потому что через определенную формулу признания она все признается. И оно дальше интересно смотреть, как в жизни эти вещи меняются, да, непосредственно. Стратегии уже начинают меняться, вот. Ну, и вплоть, вообще-то, до рождения конкретно ребенка, вот. Интересная тема плаценты, да, их взаимоотношения с плацентой, потому что плацента – это символический орган любви. Девять месяцев он ребенка кормит, да. Вот, и тоже вот интересный момент отделения плаценты от ребенка, а потом прикольно побыть, притвориться самому плацентой. То есть насколько мы умеем давать любовь, насколько мы умеем отпускать, да. Вот, да, очень-очень важный момент. И детей в жизни, да, и детей в жизни вообще. Это много отношений, да. Это умение отпускать совершенно любые отношения. Вот. Интересная стратегия побыть первым-то с видом. И четко посмотреть – это абсолютно другая энергия, да. То есть если… Да, если для женщин это вообще очень прикольно, да, конкретно, мужской энергии, вот, и почувствовать, как они двигаются, вот, это марафон, да. И в результате прикольно, когда ты бежишь этот марафон, и в результате с разгона вырезаешься головой все в эти клетки. Здрасте! И припойли, да. А нас не ждали, нас еще не выберут. Вот. Ну, интересно, вроде, с одной стороны, игровые, но при этом они действительно очень результативные, эти вещи. Вот. Ну, это как базовые такие, да. Ну, можно посмотреть еще информации яйцеклетки, с которыми мы произошли, да, потому что та яйцеклетка, из которой я родилась, вообще-то была сотворена бабушкой моей мамы. Вернее, мамой моей мамы, то есть моей бабушкой. Мне, как, наверное, представление теперь понятно, почему через колено передается, вот, да, потому что информация у, то есть та яйцеклетка была заложена, по-моему, если я не ошибаюсь, шестая неделя беременности моей мамой. Да, то есть в этот момент создаются яичники, да, и это база для формирования яйцеклетки. То есть меня создала бабушка, по большему счету, а мама только выпустила, что называется, в свет, да, и выносила тело. Точно так же интересная тема, можно отработать это папин сперматозоид, да, который вот оплодотворил яйцеклетку, с которой я произошла. Там тоже есть определенные этапы, то есть насколько было экологично, то есть конкретно поубирать, почистить травмы, которые были в тот момент и в эмоциональном плане, которые у наследовали за бигеном, и теперь передаются уже непосредственно там через сперматозоид. Ну, я в процессе работы предлагаю, если тогда я работаю с пациентами, то есть я предлагаю еще, кроме этих базовых, вот еще дополнительные темы, которые, вот я взяла у Лисбургу, называется 5 травм, ну, можно взять психоаналитическую классификацию, там есть определенный тип характера, вот, они практически параллельны, да. У психоаналитиков там 6, а у Лисбургу 5, вот. Вот, ну, это уже такие тонкости конкретные, вот. Поэтому достаточно важная тема, и вот я посмотрела, перезачатие недостаточно, даже если туда 2-3 раза заходили, вот, потому что мы еще имеем какой-то опыт из собственной жизни, и вот он как-то фонит. Вот, поэтому я обычно предлагаю вот четко взять и пройтись по этим травмам, да. Первая травма, это травма отверженного, да, это человек с посланиями уже говорил, ты зачем сюда пришел, это запрет на жизнь, как таковую, вот. Следующая травма, она называется травма покинутого, это недолюбленные люди, то есть они живут с программой внутри, то есть послание мира, ну, ладно, раз ты уже сюда пришел, жили, но особо не приставай. Вот когда мне будет время, да, то я, наверное, такой займусь. Вот, поэтому это люди, которые, у них программа, это жертва по жизни. Они все время недовольны, у них претензии ко всем, все им не додали, да, то есть все везде виноваты и так далее. Следующая травма, это травма унижения. Ну, я могу немножко ошибиться и в порядке, но неважно, да. Травма унижения, модель поведения мазохиста. Вот, она вроде кажется там, «Ох, ну да, то ли дело, я там недолюбленный, не отвергнутый». А садисты где? Вот, а моя сладкая парочка, да. Садист-мазохист, да. На самом деле, если я мазохист, то я садист сам к себе. Вот, поэтому они, это две стороны одной и той же медали. Вот, это очень хитрая травма, потому что мы даже не замечаем. Мы настолько привыкли жить вот в этом дерьме самонаказания, и это настолько вот как-то приветствуется в нашем обществе, что наше осознание даже не замечает, каким образом мы себя из раза в раз вставляем вот в подобные ситуации, да, чтобы, ну, самонаказание, то есть бесконечного какого-то самонаказания. Вот, поэтому эта травма очень хитрая, я даже не ожидала. И более того, мы от нее имеем столько много и мощных, вторичных выгод, да, что вот отпустить эту самую идентификацию жертвы и вот этого униженного, что там сопротивление вау какое, вот просто аховое. Ну, это я говорю своего собственного опыта, да, и работа с пациентами, и работа с самым собой. Вот, то есть я даже не ожидала, что она вот настолько, настолько вот цепкие лапки, да, вот как смола, она тебе, что вроде ножку выдрал, поставила опять перелеп, да. Вот, три следующие травмы, это травма предательства, вот, ну, мы все по жизни нас когда-то предавали, да, и мы предаем, и нас предавали, и сами себе мы предаем, да, и берем себе там без конца, послушать, что наш мозг нам рассказывает, вот. И последняя травма, ну, это я вот так, последняя, она как бы по возрасту, да, потому что если травма отвержена в этот момент зачатия и вот весь внутренний трудный период, да, то травма несправедливости и позиции ригидности, то есть когда человек очень жесткий, с жесткими рамками, жесткими правилами, это должно быть только так, а не как иначе, вот, и у него жесткие требования, это суперидеально все должно быть, да, это, в общем-то травма несправедливости, поэтому им надо, чтобы было все справедливо, ну, вот, и от мира требовать, ну, это такие бойцы, которые вот за справедливо, за права и за все остальное, ну, естественно, что в первую очередь они не волевые борцы сами с собой, вот, они достаточно жесткие, вот, поэтому РБТ в этом плане, ну, я знаю много психотехник, и на сегодняшний день, ну, я не повторю сказать, что я в нее влюблена, и те действительные результаты, которые она дает, ну, просто потрясающие, и что интересно, вот, что для меня действительно очень важно, она называется, как бы, rapid personal transformation, то есть практики мгновенных изменений, да, она позволяет, вот, в течение сессии получить результаты, и когда ты уходишь с позитивом, ты не уходишь разобранный подумать, с какого перепугу, вот, каждый раз я тут, вот, одну и ту же ситуацию для себя напрягаешь мозг, нет, предработал, тут же тебе пришло другое состояние, нейрофизиология памяти так устроена, что при запоминании есть, участвуют одни клетки головного мозга, при воспроизводстве другие, вот, поэтому картинка реструктурируется, да, то есть мы запоминаем новую, приходят вот новые ощущения, из этих новых ощущений, из нового видения, да, и начинает формироваться абсолютно новая модель поведения, я еще использую, то есть, ну, дополняю какими-то другими методиками, например, та же самая, но ты совершенно прекрасная штучка, да, то есть, давайте мы посмотрим, как вы будете себя вести там через неделю, через три месяца, через девять месяцев, через год, вот, исходя из этого ресурса, ну и все, якорится новая модель поведения, даже перед натомки, да, то есть на самом деле уже все, старые модели, они очень мягко, очень ресурсно, без всяких соплей, да, ну, сопли и слезы бывают только тогда, когда действительно там очень мощная травма, особенно если есть там травма большой потери, травма большого горя, вот, ну, тогда нужно эмоционально включаться и как-то переживать, да, а там на самом деле здесь не происходит вот ретравматизация, которая есть в других психотехниках, и это очень большой плюс, да, и мне это очень нравится. Ну, вот, как-то так, наверное, если про РПТ.